что ты чувствуешь чувствую по телу моему как как волны ну да как волны хотела отлично знаешь что давай сделаем так ты выбери какое-то место сама в котором тебе было бы приятно сейчас находиться или место где ты была и оно прекрасно она очень красивая ты бы хотела сейчас туда пойти выбери куда ты хочешь и расскажи мне что куда ты идешь это место я не уверена что это было просто вокруг лес зеленая трава и такая маленькая тропинка спускается вниз там река она сильно бургут я спускаюсь к этой реке и там такие огромные камни стоят ну мне нравится это место но я не там не была никакой рядом стоит мост это день или ночь день посмотри на небо небо голубое солнце это лето посмотри теперь на свои ноги у тебя есть обувь я ощущаю себя что я там но я себя как-то не вижу ты можешь если ты себя не видишь ты можешь быть в энергетическом теле или у тебя просто нет физического тела тогда ты можешь двигаться в пространстве как хочешь ты можешь подлететь наверх и посмотреть на все с другого угла со стороны посмотреть есть ли у тебя физическое тело или нет ты можешь как хочешь двигаться в пространстве но я сейчас чувствую что я вверху и я не знаю мне как-то уже эта картинка всплывает я чувствую это место но я уже не вижу хорошо может я как-то не расслабилась что я так нет у тебя все идет отлично давай тогда сделаем так на счет 3 ты пойдешь к причине своей боязни людей того ощущения что они могут тебе причинить боль на счет 3 раз два три причина твоей боязни людей что тебе первое приходит у меня все колотит в груди и слезы наворачиваются я не знаю почему ты можешь управлять своими эмоциями если хочешь плакать можешь плакать если не хочешь ты можешь остановить и смотреть на себя со стороны выйти с тела и смотреть на себя с другого боку сверху например с потолка если тебе так будет удобнее смотри что это за чувство от которой тебя хочется плакать посмотри в груди как ты можешь описать это чувство что это за энергия ну это какая-то внутренняя боль 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 от чего от того что может мне причинили боль как комок внутри груди как будто бы комок ты можешь просто плакать плачь если хочешь или можешь как будто бы я ребенок вот и я ничего не могу сделать хочу плакать тогда ты можешь пойти с помощью своего желания и намерения в тот момент когда ты впервые положила эту боль в грудь в тот момент в этой жизни или в любой другой жизни еще три раз два три вот ты уже там в том моменте где тебя кто-то обидел создалась эта энергия боли которую ты складировала в груди не опиши мне что ты чувствуешь или видишь тебе может просто это прийти как знание ты знаешь откуда это пока ничего не вижу но у меня в груди уже нет этой боли мне как то спокойно и хорошо давай так ты можешь локализовать пойти в тот момент когда ты ее чувствовала отмотать немножко назад представить себе свои энергетические руки этими руками собрать эту боль в груди и если хочешь можешь от нее избавиться можешь ее трансформировать в какое-то другое хорошее позитивное чувство или можешь ее выбросить в портал портал это просто дверь которую ты можешь нарисовать пальцем открыть и выбросить скажи мне пожалуйста что ты решила я хочу ее собрать руками эту боль но ее настолько много что я как-то не могу это сразу все сделать смотри ты можешь придумать все что хочешь с помощью своего воображения точно так же как ты создаешь жизнь как творец своими энергиями и мыслями и воображением точно так же ты можешь придумать какой-то инструмент как пылесос например или еще что-то чтобы высосать эту боль эту энергию что ты придумала я хочу это высосать пылесосом отлично давай давай получается да молодец если ты высосала если хочешь можешь избавиться от этого пылесоса бросить его в портал отлично как ты себя теперь чувствуешь какое у тебя чувство сейчас ну у меня чувство легкости отлично отлично тогда давай на счет 3 пойдем посмотрим на счет твоей привычки курения как тебе от нее избавиться на счет 3 раз два три как тебе перестать что тебе подсказывает твоя душа твое подсознание но подказывает что мне это не нужно а спроси саму себя свою душу что тебе надо сделать может создать какую-то другую отвлекающую привычку или еще что то чтобы избавиться от этой последней сигареты которую ты так хочешь каждый день когда у тебя это желание сильное появляется что тебе делать как тебе себя отвлечь что-то приходит мне приходит просто что тебе это не нужно а как тебе на физике там физическом мире с физическим телом когда у тебя вот это желание о котором ты говорила очень сильное что тебе с этим делать что тебе надо себе говорить в те моменты когда тебе очень хочется просто отвлекать себя в это время в это время себя отвлекать а чем тебе лучше себя отвлекать медитировать я давно хотела вечером отлично хорошо давай тогда отключимся от этого вопроса ты получила на него ответ и пойдем найдем первопричину твоей депрессии почему ты не умеешь радоваться мелочам тебя читать или ты сама или ты уже там причине ну я я ничего не вижу у меня волна пошла по телу просто отлично давай на счет 3 ты пойдешь в тот момент когда у тебя впервые появилась эта депрессия в эту причину откуда она идет на счет 3 раз два три что ты чувствуешь или видишь комогу подлечу посмотри внимательно на этот комог что это за энергия это как бы и в сердце и в горле вот она стоит так смотри ты уже избавлялась от другой негативной энергии низковибрационной в груди если хочешь можешь избавиться от этих энергий грудей в сердце и в горле но уже нет комка в сердце просто в сердце как покалывание но больше в горле вот комок стоит как будто бы я что-то хочу сказать и не могу ты сама создала этот комок эту энергию это твое производное или кто-то ну я не знаю мне кажется да мне кажется я сама своими какими-то обидами что-то возможно на родители я даже не знаю он у тебя из детства он у тебя давно да хорошо если ты хочешь избавиться от него ты можешь что ты хочешь делать ты сама производишь все эти чувства ты же знаешь как ты их создаешь ты можешь их убрать это твое решение что ты делаешь ну я хочу просто руками он не настолько большой но он такой противный ты можешь создать какое-то устройство если не хочешь руками как в прошлый раз смотри просто у меня такое чувство внутри что как бы я привыкла так жить и если я его уберу у меня ничего не остается иди в причину почему это чувство откуда она это твое или чужое чувство ну ты чего по моему какое листво anywhere это твое как иди в belief ты думаешь что не останется оттуда Ты можешь заполнить, ты можешь вынуть, если хочешь, эту энергию. И на место нее создать, заполнить ее своими же энергиями, радостью, счастью, любви. Любыми высоковибрационными энергиями. Хочу, да. Я хочу так. Тогда делай. Угу. Я убираю его. Куда ты его убираешь? Я его убираю руками и выбрасываю. Угу. Молодец. Закрываешь портал. Угу. На месте. Угу. Я могу это сделать, я просто сейчас смотрю на голубое небо. Я могу сделать это, ну, в небе открыть дверцу какую-то. Да, конечно, ты можешь где угодно нарисовать портал, просто пальцем, как дверь. Открыть ее, выбросить и закрыть обратно. Угу. Сделала? Я выбираю сюда. Угу. Угу. Молодец. А что ты ложишь, а что ты создаешь на месте, на этом пустом месте, в своем энергетическом теле? Угу. Энергию радости я хочу. Даже буду. Молодец. Теперь ты будешь радоваться по мелочам? Да. Отлично. Отлично. Теперь. Давай посмотрим. Отсоединяйся. Угу. Открытая ситуация. Ты все хорошо чувствуешь. Давай сделаем так. На счет три из тебя выйдут все сущности, которые находятся в твоей энергосфере. Они покажутся, проявятся прямо перед тобой все в ряд. На счет три. Один. Два. Три. Ну, я их не вижу, я их чувствую. Угу. Ты можешь чувствовать или знать просто. Рассказываешь, что ты чувствуешь. Их очень много. Их очень много, и они все черные. Я их не вижу, я просто чувствую, что, ну, как энергосфера какая-то или что-то вот. В виде яйца, и их много, вот вокруг меня их очень много. Угу. Откуда они пришли? Они вышли из тебя? Да. Тогда спроси их, когда они к тебе впервые присоединились. Ты их открыла, ты узнала про них, они обязаны отвечать, они находятся в твоей энергосфере. Спроси их, когда, в этой жизни, или они уже с тобой долго были? Ну, они мне как бы, ну, я чувствую просто это, они мне ничего не говорят, что они со мной уже очень давно. Хорошо, тогда давай пойдем в тот момент, когда они впервые к тебе присоединились на счет три. Раз, два, три. Тебе информация может прийти просто как знание. Как чувства. Я просто сейчас вижу картинку, что я нахожусь в поле, каком красивом. И небо голубое, и солнышко, опять же лето. Угу. И это такое время, но это не сейчас. Я просто в этом поле хожу. Мне так хорошо. Прям очень хорошо. Какая-то свобода. Ну, так хорошо прям. Это эта жизнь или какая-то другая? Это какая-то другая. Это Земля, планета Земля или другая планета? Мне кажется, Земля. Угу. Какой номер приходит? Ну, мне может просто любой номер прийти. Четыре, мне кажется. Четвертая жизнь. Угу. Отлично. Многие твои, я вижу, они у меня, ну, боссы. Угу. Ты мальчик или девочка? Я девушка красивая, с длинными волосами. Угу. Смотри, как ты одета. Напиши мне. Просто такое, как платье, как вот, ну, знаешь, как вышиванка вот украинская, длинное такое платье, красивое, цветами. Чёрные волосы у меня. Мне кажется, лицо моё. Я смутно вижу, но мне кажется, как и сейчас у меня лицо вот точно такое же. И просто волосы у меня длинные по поясу, прям даже ниже пояса такие красивые волосы. Угу. Какого цвета платье? Белое, с красными цветами по рукавам, вот до локтя. Угу. Хорошо, отлично. Я чувствую, что это я. Я чувствую, что это я, что это моя энергия. Просто она лёгкая, она очень лёгкая. Мне этот сон снился когда-то, вот такой точно сон, как я в этом же поле. И такая же девушка. Но когда мне это снилось, я не думала, что это я. Да, я просто думала, что это мне просто снилось. И я не раз его видел. Угу. Хорошо. Отлично. Ты можешь прокрутить плёнку до жизни, вперёд, до какого-то важного момента. когда что-то важное происходит. Просто в этом, на этом поле я сейчас одна, мне очень страшно становится, я не знаю почему. Ты можешь отключить свои мотцы? Я не знаю, я никого нет вокруг, вообще никого нет. Вокруг я одна. И вот у меня такое ощущение, как будто, ну вот, как будто я кого-то ждала, и вот я не могу дождаться. Что высокая трава, высокая такая трава, но не трава, а как колоски, вот колоски. Они такие уже сухие колоски. Угу. Мне почему-то очень стройно. Смотри, ты можешь просто смотреть на себя со стороны, как третье лицо, ты можешь подняться наверх и наблюдать, как фильм, и не чувствовать эти эмоции все, если хочешь. Это твой выбор. Смотри. Иди в причину, почему тебе так грустно, кого ты ждала. Мне даже не грустно, а страшно. Страшно, да. Страшно того, что я не дождалась, и что-то вот может со мной произойти. Очень страшно. Может быть, я кого-то вижу, я не могу понять. Пусть это тот, кого ты видишь, если ты его видишь, проявится перед тобой сейчас. Просто твоей волей пусть он проявится. Просто какая-то черная энергия, черная. Я не могу сказать, что это человек, или просто это как черное что-то. Ты можешь до нее дотронуться и приказать. Я боюсь до нее дотронуться, я боюсь. Окей, хорошо. Тогда ты можешь просто сказать этой энергии, чтобы она приняла свое истинное лицо, показала ее истинную форму. Трансформируется? На кого это похоже? Ну, это просто как человек, черными волосами парень. Угу. Худой. Но почему-то я его боюсь. Хотя я его не знаю. Спроси вам, кто он. Ты можешь контролировать свои чувства. Ты можешь их отключить. Смотри на все со стороны, как наблюдатель. Просто рассказывай. Хорошо? Посмотри ему в глаза. Он мне говорит, что он моя смерть. Но не он говорит, а я это чувствую. Отключай эмоции, спокойно. Ты можешь его заморозить. Ты сильнее его в тысячи раз. Заморозь его, сделай его маленьким. Хорошо, да. Я это сделала. Можешь его в банку посадить. Можешь его куда угодно посадить. В клетку, в проверку, куда хочешь. Я его посадила просто в стеклянную банку. Он стал очень маленький. Я его вижу, но он мне ничего не может сделать. Отлично. А у меня? Да, у меня ничего не может сделать. Видишь, он в твоей энергосфере. Ты можешь делать все, что хочешь. Я чувствую, что это моя боязнь людей вот оттуда. Это все от этого человека. Да. И может быть даже все вот эти мои. Я прям чувствую, что я... Эта боязнь такая сильная была. Вот сейчас я контролирую это все. Из-за того, что он такой маленький стал. Но до этого он выше меня был. И он не говорил это. Он так на меня улыбался, смотрел. Такими глазами, что я вижу, что это как будто бы добрый человек. У него красивые глаза. Но я чувствую, что это очень страшный человек. И я ждала не его. Я ждала совсем чего-то другого. А это откуда он появился, я не знаю. Спроси его, как он к тебе присоединился. Когда и как. Пусть рассказывает. Ты ему приказывай. Он твой пленник теперь. Или можешь сама пойти посмотреть. Когда ты его впервые встретила. Вот сейчас. Сейчас я его впервые встретила. Но моя энергия почувствовала, что... Как бы мне нужно бежать оттуда. Но я не стала этого сделать, наверное. Хорошо. На какое чувство? На какую эмоцию? Или мысль? У меня такое объяснение. Я не знаю. Как будто бы он был не просто так. Он... То ли он на коне. Вот я не знаю. Я чувствую, как будто бы он быстрее меня. И что мне некуда от него деться. Вот поэтому... Вот такие вот чувства. Он энергетический или физический в этой жизни? Ну, там, где он сейчас, он физический. Офигеть, да. Он просто человек. Он просто очень плохой человек. А кто он на самом деле? Пусть он тебе покажет свою форму. По своему ДНК. Ну, он не человек. Я не могу. Мне кажется, он как с другой планеты. Просто в форме человека. Он не человек. У него столько ярости внутри. У него энергия нечеловеческая. И у него столько энергии этой. И вся она такая черная. И он почему-то ко мне, мне кажется, что... Потому что у меня такая энергия светлая. У меня просто вот... Ну, я доверяю людям. Я открыта миру. И поэтому он хочет из меня эту энергию высосать. Мне кажется, у него это получилось. Смотри. Я не вижу, что он меня убивает. Я вижу, как бы, ну, он сейчас в банке. Но я всё чувствую. Всё равно, что он... Я справляюсь сейчас со своими эмоциями. Даже находясь в банке, он может на меня... Я просто чувствую, что он из меня столько... Ну, много высасывает энергии моей светлой. Вот он высасал из меня всю мою светлую энергию. Которая у меня... Много так её было. И он... Да, и я этого боюсь, что он может это сделать. Вот сейчас, находясь в банке, я боюсь, что он выйдет оттуда. И всё это со мной сделает. Я не боюсь смерти. Потому что я знаю, что это... Ну, я перевоплощусь. Просто я боюсь, что у меня не будет этой светлой энергии. Вот так вот. Могу это описать. Мне от этого страшно и больно. Потому что я не хочу свою светлую энергию отдавать этому страшному чёрному энерго... Вот я не знаю. Да, мне вот это вот страшно. Хорошо, смотри. Он же... Он паразит. Он как вирусы, микроорганизмы паразитируют на человеке. Он то же самое делает с тобой. На самом деле, ты сильнее его намного. Я чувствую это, да. Ему нужна твоя энергия. Прикажи ему сейчас, чтобы он принёс, тебе дал все контракты, договора, которые ты подписала с ним. На все эти воплощения, чтобы отдавать ему свою жизненную энергию. О, у него там столько контрактов. Я не хочу подписывать. У него там очень много всего. Я от страха подписала с ним много всего. Да. Что ты хочешь делать с этими контрактами? Ты хочешь их читать или уничтожить? Не хочу. Я не хочу даже знать, что в этих контрактах. Потому что такое ощущение, как будто он под эмоциями страха это всё. Вот он как бы под эмоцией страха это всё было. Я не хотела вообще ничего ему давать. Он понимал, он понимал, что я перевоплощусь в другой жизни. Он понимал, что он смертью меня не напугает. И под страхом вот этим я подписывала договора. Я даже не хочу их читать, потому что я вижу, что там как бы... Я не хочу их читать, но я это энергетически чувствую, что в них... Что я готова ему всю энергию свою отдавать на протяжении всего времени дальнейшего. Я энергию могу всю ему отдавать, и он будет пользоваться ней. Да, это не человек. Это не человек. Всю свою энергию я ему буду отдавать, да. Я хочу их сжечь, я хочу их сжечь. Делай, делай как хочешь. Разжечь огромный костёр, потому что контрактов много. И хочу просто это всё спалить. Давай, делай. Я даже представляю этот костёр. Костёр, как жгут костры на Ивана Купала, огромные. И просто я хочу в этом костре огромном вот это всё сжечь. Молодец. Давай, делай. Как-то... Молодец. Теперь смотри, весь пепел, всё, выбрасывай в портал, чтобы ничего не осталось, вообще ничего. Я теперь чувствую, что у меня как будто бы в голове... Да, я это делаю. Да, 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 да. Всё, готово. Молодец. Я чувствую, теперь у меня в голове как будто бы... Вот как будто бы облегчение в голове теперь. Даже не в сердце, а в голове. Лёгкость, лёгкое головокружение. Да, головокружение. Да. Смотри внимательно. Спроси или его, или сама попроси. Посмотри на себя саму. Есть ли у тебя какие-то импланты, какие-то чипы в твоём теле, которые тебе не принадлежат, которые он поставил? После того, как ты согласилась через эти контракты, чтобы он вошёл в твою энергосферу? Да, есть. У меня чип в голове. Угу. Если хочешь, можешь сама его вынуть или его попросить? Вынуть, как хочешь. Угу. Я хочу его попросить. Отлично. Приказывай ему тогда, чтобы он нежно, аккуратно вынимал всё, что он в тебя поставил. И рассказывай мне, что он делает. Я приказываю ему, да. Я убираю волосы свои. И он нежно достаёт. Да. Я вижу этот... Это как не чип, это как раньше компьютеры, когда только начинались. Вот были такие квадратные дискеты. Вот как будто бы у меня, ну вот как будто бы место прям для неё было в голове. И он достаёт это, да. Угу. Большая прям такая дискета, на которую записывались как-то вот мои мысли. Или я даже не знаю, что... И он тебе диктовал свои мысли. Да, 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 да. Он мне диктовал, и это его мысли были, да, это не мои мысли. Ничего страшного, ты можешь управлять эмоциями. Всё в порядке, он уже всё забрал. Скажи ему, чтобы он всё складывал прям перед тобой. Я злюсь просто на него из-за того, что всё это время я жила не своими эмоциями и мыслями, а его. Я злюсь на него из-за этого. Смотри, где эта злость? Локализируй её, собери, и если хочешь, избавься, чтобы тебе было легче. Да, она у меня в груди. В груди эта злость на него. Отлично. Давай, собирай. Скажи мне, что ты делаешь, как ты её собираешь? Я собираю просто руками. Такой огненный, такой белый шар. Я собираю. Я отдаю это ему. Почему-то мне захотелось отдать ему эту злость на него. Мне кажется, что я этой злостью, я должна отдать ему эту злость свою, потому что по своей сути, по своей энергии я не должна испытывать злость вообще на него. Я должна испытывать всё. Я отдала ему. Я к нему испытываю только благодарность за этот опыт. За то, что я смогла этот опыт пережить. Возможно, он мне был даже нужен. Почему-то сейчас мне приходит, что он был мне нужен, этот опыт. Я к нему испытываю сейчас только благодарность. Нужен для чего? Для того, чтобы в этой жизни, в текущей, в своей, у меня была только светлая энергия. До этого момента, до этого момента, почему-то я должна была спать. Мне сейчас приходит, что до этого момента я должна была спать. А кто тебе это говорит? От кого это приходит? Это он мне говорит. Это он мне говорит, что до этого момента я должна была спать. Смотри, а ты спроси себя саму, свою душу, что она думает по этому поводу. Моя душа думает, что я должна была всегда быть светлой энергией. Видишь, кому ты больше веришь? Себе. Себе. Это опять же были его мысли, мне кажется. Это опять же были его мысли. Сейчас такая, что у меня... У меня такие же эмоции по отношению к моему мужу, к текущему. Вот я тоже, я понимаю, что это все неправильно, но я испытываю к нему чувство благодарности. Почему-то мне пришел мой муж сейчас, что как бы я погружена в его мысли, в его эмоции больше, чем в свои. Ой, я не знаю, почему мне вообще мой муж. Я сейчас светлая. Он забрал эту дискету, я забрала все из сердца своему, передала ему, я сейчас светлая душа, такая, как я должна была быть. Он забрал у меня просто все мои перевоплощения, и все мои перевоплощения, я была мыслями привязана только к этому существу. Смотри, смотри внимательно, спроси себя, свою душу, правильно ли это решение отдать ему эту кассету? Эта кассета, все импланты делаются согласно под тебя, индивидуально. Неужели ты хочешь, чтобы у него он был? Неправильно. Неправильно. Неправильно, я отдала ему, и он будет до сих пор, он, наверное, будет еще, знаешь, такое ощущение, как будто я сама себе противоречу. Возможно, у меня где-то еще стоит имплант. Смотри внимательно. Я сама себе противоречу. Ты можешь делать так, ты можешь или сама вынуть импланты, или ему приказать, или можешь еще создать себе, например, кровать, лечь на нее, потом создать себе сильное намерение, что когда ты встанешь с кровати, все импланты останутся на ней. Хочу тогда. Все, что тебе не принадлежит твоему энергетическому телу, останется на этой кровати, прилипнет на нее. Хочу. Давай. У меня боли в животе. Идти в причину этой боли. Мне приходит чувство вины. Как боль в животе, чувство вины. Чувство вины от чего? Это твое производное, ты производишь? Да, это я произвожу. Мысли формы. Складывай живот. Смотри, так же, как ты творец. Ты сама производишь, ты сама можешь убрать. Да, хочу убрать. Я хочу такой огромной ложкой все это вышкрепить оттуда, потому что оно, чувство вины-то огромное. Просто вот оно на весь живот. Я хочу это выскрепить оттуда, вот, сильно, прям, собрать ведро. Я это сейчас делаю. Отлично. Молодец, давай. Да, я собираю все это в ведро. Да. Я хочу это отправить в портал. Давай, отправляй. Я делаю это круглую дверцу такую. Да, я открываю. Все, я это все выбрасываю. Прям облегчение, чувствую облегчение. Молодец, правильно. Так, а теперь, когда у тебя нет этого чувства вины и боли в животе, ты хочешь сделать, пройти эту процедуру с кроватью? Да. Да. Давай это делай. Угу. 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 У меня получилось. Отлично. Я сейчас встала, но я не встала, а я взлетела над этой кроватью, и я чувствую такую легкость, как будто бы я просто кружу. Я просто кружу, и вот у меня один свет вокруг. Я даже вижу вокруг своего тела прям такую белую, белую такую энергию, вот. Она такая хорошая, и я прям чувствую, это мое родное, да, и ничего лишнего. Молодец, смотри, давай, если хочешь, избавляйся от этой кровати, чтобы уже ничего не было, чтобы это все ушло, все, что с тебя вышло, чтобы это не было уже в твоей энергосфере. Все. Угу. Теперь. Я могу эту кровать просто в дверь сдвинуть и закрыть за ней дверь. Да, конечно, как хочешь. Она такая не сильно тяжелая, я чувствую, я просто ее задвигаю туда, она такая металлическая, старинная кровать. Все, я закрыла дверь. Угу. Ну, отлично. Смотри, перед тем, как, если ты хочешь избавиться от этого гуманоида, спроси у него, у него есть какой-то шеф, какой-то босс, кто-то над ним стоит, кто-то прислал. Конечно. Хорошо, тогда пусть зовет всех, кто стоит над ним. Чтобы они сейчас пришли сюда? Да, по-эрорхической этой ихней лестнице, пусть приходят. О, мне почему-то от них очень страшно. Я знаю, что... Ты их маленькими сделаешь. Это не с этой планеты. Они не с этой планеты. Они спускаются, их очень много, и мне страшно становится. Смотри, как я говорю, драконик. По лестнице они спускаются с неба просто вот. Они как мячики скачут. Их очень много. И они все смеются надо мной. А почему они смеются? Я не знаю. В тебе должно быть какое-то чувство или мысли, или эмоции. Ты их боишься? Потому что все равно они могут мною завладеть. Смотри. Они как бы говорят, что они сильнее меня. Потому что я одна, а их очень много. Вот почему. Потому что они как бы... Ну, их очень много. Вот они рассеялись, вокруг меня их очень много. Смотри, собери их, сделай их маленькими и положи тоже в какой-то контейнер. Ты намного сильнее их. Покажи им, что ты сильнее. Им нужна твоя энергия, чтобы быть сильными. Если ты им не даешь энергию, они слабые. Угу. Хорошо. 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 Я сейчас их собираю. Просто их очень много. Я их собираю в синий контейнер, большой для мусора, потому что их много. Я боюсь, что они... чтобы они туда поместились. Они не хотят туда? Сейчас. Угу. Я им приказала, они туда сами прыгали. Молодец. Теперь я чувствую, что я сильнее их. Они уже не смеются надо мной. Молодец. Правильно. Когда я говорю... Этот надо мной злится. Этот злится на меня, что я их туда всех собрала. Его тоже можно в этот контейнер посадить? Конечно. Ты можешь его даже превратить в кого-то. Мне неприятно, потому что он рядом со мной стоит. Мне неприятно от этого. Смотри, ты можешь... Он будет до сих пор в банке, но мне как-то неприятно от того, что он рядом находится. Собери это чувство неприятностей. И все негативные чувства по отношению к ним. И выимей себя. Если хочешь, избавься, чтобы не чувствовать больше вот это всё. От них можно избавиться, да? Я имею в виду, вот ты чувствуешь эту неприязнь, какой-то страх. Да, вот эти все низковибрационные негативные чувства по отношению к ним. Если хочешь, можешь собрать в своём теле и сделай то же самое, что ты и раньше делала со страхом и со всем. Хорошо. Да, собрала. Хорошо. Тоже я в этот контейнер положила. Отлично. Смотри, когда говорю слово драконийцы, тебе что-то чувствуешь по отношению к ним? Это их не раса? Ещё раз. Когда я говорю драконийцы, это их раса? Ну, мне страшно от этого слова, но как бы нет. Не чувствую, что это их. Окей, хорошо. Возможно, я знаю об этой расе драконийцы, но это не они. Это гибриды, да? Да, возможно, гибриды. Хорошо. Но это не важно. Ты можешь, как хочешь, ты можешь их даже в собачек и в кошечек превратить. Ты можешь всё, что угодно с ними сделать. Просто потому что ты творец в своей энергосфере, ты можешь создать Вселенную, планету, всё, что хочешь. Можешь их превратить во что угодно, в птичек, в бабочек. А если хочешь... Я боюсь, что они тогда улетят из этого контейнера. Я не хочу. Пусть они так сидят. Они такие послушные у меня сидят и смотрят на меня. Мне нравится это. Мне нравится, что я могу им приказывать. Мне нравится, что они надо мной не смеются. Не смеются, потому что у тебя нет негативных тебе эмоций, чувств, энергий. Теперь смотри, если хочешь, можешь от них избавиться. Что ты хочешь с ними делать? Что ты решила? Ну, они просят, чтобы я от них не избавлялась. А почему? Они плачут. Почему они плачут? А потому что они на жалость на мою давят. Они давят на жалость. А ты чувствуешь эту жалость? Нет. Что ты чувствуешь? А что ты чувствуешь? Я просто ничего не чувствую по отношению к ним. Просто я не хочу избавляться от них каким-то варварским способом. Я хочу просто их куда-нибудь отправить в портал, чтобы просто с ними больше не встречаться. Я не хочу делать им плохо. Я просто хочу, чтобы их не было в моей жизни. Да. Ты можешь посмотреть, что случается с ними, когда ты их бросаешь в портал? Можешь их туда отправить? Отправить. Они просто разбредаются. Вот я их отправляю в портал. Они просто из этого контейнера начинают просто бежать в разные стороны. Все. Не бежать, а как будто бы плыть. Они же в виде мячика. И вот как будто бы расплываются в разные стороны. Так, я хочу еще... У меня все равно этот, который в банке, он у меня все равно как бы отдельно от них. Я хочу его тоже туда. За ними следом. Он злится. Я закрываю дверь. Все, я не хочу смотреть больше. Они просто пошли в свои измерения, откуда они пришли. С ними ничего не случилось. Но там черное все. Я стою на поляне, у меня небо голубое и солнышко. А там все черное. Да. Это их неизмерение, откуда они пришли. Отлично. Я чувствую оттуда негативную энергию. Но я не хочу ее впускать. Я закрыла дверь. Это не моя энергия. Мне она не нужна. Ну, отлично. Давай тогда сейчас еще создай себе что-то, типа арки какой-то, как в аэропорту. Или еще какой-то душ или водопад. Чтобы очистить свое эмоциональное тело и ментальное. Все ментальные установки, все негативные эмоции, если там остались у тебя в телах, они просто, ты их смоешь, они растают и уйдут. Придумай себе что-то. Я представила дерево, я стою под этим деревом. И с этого дерева как будто бы, как будто бы водопад бьется. И он такой красивый, с цветами, и он льется на меня, и это нормальное такое мое состояние, как будто бы я принимаю душ. Я сейчас в такой белой красивой одежде, такой полупрозрачной. Ой, как я люблю это чувство. Я так... Такое ощущение, как будто я так всегда ходила. Угу. Угу. Очищаю себя, да. Молодец. Как же хорошо. Прочувствую это чувство. Угу. Это просто блаженство, да. Отлично. Я даже чувствую этот запах такой. Природы. Природы. Угу. Отлично. Насладайся. Закончишь, скажешь. Угу. Да. Все хорошо. Я теперь полностью чистая. Я вижу свою энергосферу такую. И она вокруг меня идет белая такая. Угу. Ну, не огненная, как вот просто белая. Я вижу вот вокруг меня это все белое. Угу. Белая прозрачная энергия, скорее всего. Да, 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 да. Да, 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 да. Отлично. И это такая хорошая энергия. Угу. Угу. Ну, это твоя собственная энергия. Ты как вечная батарейка. Угу. Теперь смотри. У меня столько энергии. Прям я чувствую столько энергии. Позитивной такой. Вау. Ты можешь поднять свои вибрации теперь. Тоже любым способом. Хоть прыгать, хоть руками, как хочешь. Я хочу полететь. Пять. Лети. И своим намерением, своим желанием запусти. Проверь свою ДНК. Были ли там гибридизации какие-то? Угу. Что тебе приходит? Были? И если были, то какой процент? А как это гибридизация? С чем-то как-то... Смешано. Смеш... Да, да. Смешивали ли твоё ДНК оригинальное с какими-то другими? Есть ли какие-то вкрапления? Ты можешь просто посмотреть. Если не видишь, оно просто придёт. Да или нет? Вообще ничего не вижу. Вот я такая чистая, белая, и не вижу ничего вообще. Отлично. Тогда просто намерением запусти процесс по своему ДНК. Регенерации, восстановление ДНК, если надо. И по этой восстановленной ДНК, регенерацию, восстановление всех клеток, тканей и органов твоего организма. Ты поднимаешь вибрации, с помощью них ты запускаешь этот процесс регенерации по всему твоему телу. У меня такие вибрации идут вообще. Отлично. Я просто сейчас спарю, и вот я чувствую, какие вибрации, мне ничего не нужно вообще. Я хочу вот там вот оставаться. Можешь оставаться. У меня всё чистое, всё чистое. Вот я чувствую, у меня органы, всё, я чувствую до такой степени всё вот как бы обновилось. Вот оно всё новое. Как будто бы у младенца всё такое. Отлично. Смотри, у тебя тут ещё, пока ты там летаешь, если хочешь, можешь ответить на свой вопрос, хочешь ли ты или нет. Пространство твоего рода. Кем ты являешься в своём роду? И всегда ли бы ты воплощалась именно в этом роду? Вообще, что такое род? Спросил своей души. У меня слёзы наворачиваются. Почему? А может быть такое, что, ну, вообще, как бы... Может быть, любое. Просто говори, что первое приходит. Ну, как хранитель. Ну, именно в той оболочке, в которой я нахожусь сейчас, спарю, я как хранитель. Хранитель чего? Рода. Кто тебе дал такую роль? Это у меня идёт как бы свыше что-то. Вот прям поток. Подожди, что это за поток? Посмотри внимательно. Светлый, очень светлый поток. Хороший очень поток. Он отовсюду. Но это не твоя энергия, да? Это не моя энергия. И мне кажется, даже не энергия моего рода. Вот я не знаю, откуда-то. Вот как Господь. А кто для тебя Господь? Это всё. Всё, что вокруг. Это энергия вообще. Я ему творение. Да, да. Я вот, я вся в потоке, там, любви. И это вот этот поток, божественный поток такой. Не могу понять, то ли это из рода моего кто-то вот. Такой поток мне сильный прям даёт. То ли это как... Ну, это такой отличный поток. Прям вот мне нравится в нём находиться. Хранитель мне идёт. Я не знаю. Хранитель рода. Именно в том. В том, как бы... В том, где я нахожусь. Возможно, это не текущее моё воплощение, а, возможно, это то воплощение, когда... То, в которое я попала воспоминания. А слёзы у меня идут. Сейчас, подожди. Приходят. Вот у меня слёзы идут, что как бы я была. Наверное, я была хранителем рода. Да. И, возможно, у меня как бы... Род забрал у меня эту... Ну, невозможность. Да, как бы это предназначение. Потому что в меня много было сшито всего имплантов, и мне нужно было такое. Энергия вот эта. Хорошо. Иди. Тогда посмотри, кто создал твой род. Угу. Угу. У меня такое пришло сейчас. Я не могу посмотреть, кто создал мой род. У меня такое пришло, как будто бы... Я была в роду, и вот этот поток хороший такой. Вот когда вот этот хороший поток на меня лил, такое ощущение, как будто я вообще без рода, а я просто к Богу, и всё. Больше нету ничего вокруг. То ли моя душа как бы не на земле, я не могу понять. Вот просто вот оно всё. А сейчас мне пришло то, что как бы меня наказали за то, что я стала на какую-то чёрную сторону, и я попала в этот род только из-за того, что я перестала быть светлой. Подожди. Мы только что говорили, что ты сама всё создаёшь, ты творец своих эмоций, ты творец своих мыслей. Если ты чувствуешь вину, ты её сама создаёшь, потом проектируешь её вне себя. Если ты творец, то кто тебя мог наказать? Только ты сама? Возможно, да. Я сама себя наказала, да, возможно. Я просто, наверное, не смогла тебя простить за то, что я стала на какую-то тёмную сторону и стала подчиняться всему. На какую тёмную сторону? Иди в тот момент, когда ты встала на тёмную сторону. Что тебе приходит? Я стала разрушать свою жизнь. В этой жизни? Нет. Это до этого было. Это до этого было. Это после того воплощения, когда... Я сама себя за это наказала. Я не понимала, что я могу всё равно быть светлой. Я не понимала это. А сейчас что ты понимаешь? А сейчас я всё это понимаю. А, я могу это исправить. Молодец. Ты можешь пойти в то воплощение, когда ты, по твоим словам, там сделала то, что тебе не понравилось, и просто аннулировать этот акт, как будто ты никогда это не делала. Потому что, когда мы осознаём, что мы сделали что-то неправильно, мы как будто аннулируем это действие. да, я аннулировала, да. Отлично. Да. И я стала. Теперь ты можешь посмотреть. Ты хотела посмотреть, какая у тебя связь с мужем и со свекровью. Ты можешь позвать сначала мужа в эфирном пространстве, посмотреть, как он выглядит. Он приходит. Просто, если хочешь, позови его по имени. Он придёт. Но ты должна убедиться, что это он. Иногда разные сущности могут принять облик наших родных в эфире. Ты можешь сделать это или посмотрев ему в глаза и по глазам его узнать или дотронуться и своим намерением считать его ДНК. Если это не он, то тогда он примет свою оригинальную форму. Если это сущность какая-то вместо него пришла. Что ты видишь? Ну я не вижу лицо. Но я чувствую его. Это он по энергиям. У меня такая же боль исходит с перца сейчас, как иногда он не причиняет. Посмотри, за ним стоит какая-то сущность? Да не много сущностей стоит. Поэтому связь нарушается, когда он... Но это он. Шипение начинается в наушниках, когда он близко с тобой. Я его прям за руку держу. Смотри, ты ему можешь через руку или как-то по-другому, любой способ, какой ты придумаешь сама, передать ему информацию своего сеанса и вообще всю информацию, которую ты когда-либо видела, читала, смотрела. Как он может сам себе помочь избавиться от этих сущностей, если он хочет? Что ты делаешь? Я ему энергетически своими вибрациями передаю вот это всё. Все свои знания, всю свою энергию светлую я ему передаю и говорю о том, что он может избавиться от этого, от всего. Молодец. Он берёт? Он говорит, что он уже не может избавиться. Скажи ему, что он сильнее. Заложи ему эту информацию. Через руку можешь передать эту информацию. Я хочу рукой в его сердце дотронуться. Просто я не вижу его облик, я чувствую его энергетику. Я его взяла как бы за руку, но это всё какое-то эфирное может быть тело, да, я не знаю как. Я хочу просто к сердцу. Ты можешь свои вибрации передать ему с этими вибрациями информацию. Да. я передаю ему всё это очень тяжело ему передавать. Он как бы не хочет это брать, мне кажется. Он может ещё быть не готов. Если не берёт, то не берёт. Но самое главное, что ты попробовала. Он может оставить эту информацию до того момента, когда он будет готов, он и воспользуется, ей просто больше. А можно я ему просто, да, оставлю возле сердца коробочку какую-нибудь с этими вибрациями, и когда он сам захочет, он может там открыть. Я просто очень сильно хочу ему помочь. Конечно, да, оставь ему просто. Да, да, оставь, и он воспользуется, когда будет готов. Да. Я её не буду закрывать, просто вот она будет открыта для него. И когда он... Я прям вижу, у него вокруг вот всё белым стало. Ну, как-то в голову ничего вот. Я надеюсь, что это всё на уровне сердца. Вот у него, может быть, раскроется это всё. я надеюсь на это. Сущностей очень много, очень много. Разная форма. Вот его сущности, да, я их вижу. Их очень много. Мне страшно за него. Он сам разберётся. У него просто в голове там импланты, и поэтому в голову не входит, и правильно сделала. Хорошо, отлично. Он под котов он воспользуется. можешь теперь, если хочешь, позвать свою свекровь, сделать то же самое, дать ей информацию. она пришла? Ну, как бы, опять же, просто... Чувства, да? Почувствовать? Почувствовать. Да, так бывает, как будто заходишь в тёмную комнату, просто знаешь, что там есть человек, чувствующий его энергию, да? Да, да, да. Тебе не обязательно видеть, тебе не обязательно видеть гипнозе, ты можешь просто чувствовать и знать. Я знаю, что она пришла, я сейчас хочу проверить, она ли это. Я просто чувствован своим, должна почувствовать, что это она, да? Мне должно просто прийти, это, да? Просто сомневаться. Ты можешь, смотри, ты потрогай её, если сомневаешься, и просто своим намерением тебе придёт ответ. Вообще, вообще это по ДНК считывается. Мне кажется, это не она. Мне кажется, это не она. Если это не она, просто её голографический такой имидж, типа 3D-проекция, то она исчезнет, когда ты её потрогаешь. Она рассыпется, исчезнет. А её нету. Это не она. Тогда зови ещё её по имени. Сейчас, мне кажется, это она. Проверяй. Ну да, это она. Отлично. Я вот хочу узнать, кем она мне. Есть ли у вас какая-то связь из прошлых жизней? Угу. Хочу узнать. Спрашивай. Вот я не могу сказать, что кем-то она мне приходилась, либо какой-то опыт, конечно, я с ней проходила, но не чувствую близости. не чувствую. Смотри, спроси свою душу. Вот то, что ты называешь кармической связью, что это определение? какие-то ниточки связывают, что ли. А кто создал эти ниточки? Это контракт, это договор, ты его подписывала через кого-то? как договор у меня пошло, как договор, прям внутри в сердце закипело. Так, а кто тебе давал этот договор, помнишь, от кого ты избавлялась? Она давала. А кто за ней стоит? Посмотри внимательно. Посмотри, есть ли у нее сущности в энергосфере. Ну, я вижу одну, и она очень большая, мне страшно от нее. Да, это вот, наверное, этот страх, который я испытываю к ней постоянно. Возможно, это не она дала, это сущность дала. Но она очень большая, она очень большая, она намного выше нее, она метра четыре, это сущность. И она такая, как, как я не знаю. Она и овладела полностью, да? Она контролирует ее полностью, как марионетку. Ну, какое-то такое ощущение, как будто, вот да, она за ней стоит и за ниточки ее дергает, и я через нее тоже к ней привязана какими-то ниточками. Ты хочешь быть к ней привязана? Ты хочешь участвовать в этом договоре? Нет, 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 не хочу. Отлично. Куда эти ниточки ведут? Они ведут к понятию род или только договор с договором связаны? Нет, вообще не ведут к понятию род. Отлично. Тогда с договором, да? Такое ощущение, как будто она где-то это подцепила, в связи с тем, что я светлая душа, она как-то вот решила из меня немного энергии пососать, вот такое ощущение. Это она или сущность решила? Нет, это сущность, сущность это, это все через нее просто сущность. Она вообще, она сама по себе как бы казалось бы, но эта сущность ее овладела. Отлично. Значит, ты сказала, ты хотела избавиться от этого и взаимодействия энергетических связей с ней. Что ты придумала? Как ты хочешь избавиться от этого? А можно просто их перережу. Можно, конечно. Ты все сама решаешь, что ты делаешь. Я перережу их и я стану свободна. Отлично. Я отрезала от себя. Я больше к ней не привязана. Молодец. Посмотри теперь, есть ли такие же соединения энергетические с твоим мужем? У нее? У тебя. Ты спрашивала про мужа, про кармическую связь с ним? Угу. Угу. Ну, как будто бы я не вижу. Отлично. у вас есть вместе контракт какой-то? Что приходит? Ну, приходит то, что как будто я договорилась с ним ему помочь, избавиться от его сущности. Хотя я понимаю, что я не могу этого сделать. Он должен сделать это сам. Я должна ему просто как-то помочь. Угу. Как ты можешь ему помочь? Кроме того, что ты ему уже дала информацию в эфире? Своим примером. Угу. Молодец. Да, правильно. Так. Давай теперь, если ты больше его не хочешь ничего спросить, ты можешь от них отключиться сейчас. Я хочу спросить. Я хочу у него спросить. Угу. Спрашиваем. я хочу у него спросить. Так, я хочу спросить. Я думаю. Спрашиваем. я попросила его, чтобы он хотя бы немножечко сдвинулся ко мне и начал понимать. Но опять же попросила его просто, чтобы он хотя бы немного стал просыпаться. Но он не хочет идти на контакт. У него слишком много там всего. Смотри, он тоже творец. Может, он просто не готов. Спроси свою душу, есть смысл кого-то заставлять просыпаться или просить его об этом. Но у меня приходит, как будто бы я должна это сделать с ним. Я должна ему помочь. Я не знаю, почему я должна. А кто тебя должна как по контракту? Да, как будто бы по контракту я должна ему помочь оторваться от них. Вот я не знаю, почему так. Иди так. Мне просто это тяжело сделать, когда он никаких шагов вообще. Мне очень это тяжело. Смотри, если хочешь, можешь пойти в тот момент, когда ты этот контракт с ним заключила. еще три. Раз, два, три. Что ты видишь или чувствуешь? Я в том месте, была возле реки и мост там был. И какие чувства нехорошие. Ты можешь отключить чувства. Я его энергетически чувствую рядом. твой мужа? Угу. Он со мной рядом находится. Спроси его, почему он с тобой. Только он как будто бы женщина, что ли. Что там дальше происходит? летит. Но как будто бы он заходит в эту реку, там бурлит сильно вода. Сильно течение огромное. Что дальше? Я ничего не могу сделать, я не могу пойти за ним, потому что я понимаю, что меня унесет. Это женщина, взрослая женщина. А кто на тебя приходится, кем она тебе приходится? Как будто бы мать моя. Ты можешь отключать эмоции, чувства. Ты можешь выйти и сверху смотреть с любого позиции на эту картину, на эту сцену? Она решила жизнь покончить самоубийством. Мне кажется, хочет тонуть. Мне очень страшно. Я на берегу стою одна. Ты можешь перекрутить тот момент, когда она уже утонула и посмотреть, что происходит энергетически. Я обещаю энергетически ей, что я буду ей помогать. Кто-то за ней стоит? Ей стала... Она это сделала, потому что она не смогла больше терпеть этих сущностей, которые за ней стояли. Они пообещала ей, что я помогу ей избавиться от этих сущностей, и чтобы она больше такого не делала. И это мать в той жизни, теперь твой муж в этой? Да. Поэтому ты спрашивала про кармическую связь. Это намного дальше жизни. Это очень-очень-очень давно. А сколько вы жизнью вместе были? Какое число приходит? Мне приходит шесть. И мне приходит такое ощущение, как будто я всегда помогаю. Но у меня не всегда это получается. Смотри, посмотреть со стороны. Стоит ли имеет ли смысл страдать и помогать, заставлять, если у него его душа, у нее своя дорога. Дороги бывают разные. кого-то быстрее получается, у кого-то медленнее, но все приходят к одному результату, к результату осознанности. Мы все делаем ошибки, все падаем, все поднимаемся. спроси себя, может лучше ему дать самому прожить опыты, ситуации, самому дойти до своего освобождения, понять, что он единственный, кто создает все то, что он проживает. проживает. понимает, он это понимает, но просто у него столько сущностей, что он не справляется. И такое ощущение, как будто ему комфортно. Может они овладели, они овладели полностью, они овладели полностью им. Как ходячий портал. да, я чувствую, что полностью он, ну, полностью. Это вот душа, как будто бы она в клетке. Клетки вокруг вот это все, они сосут, я вижу, как они сосут из него. Все, они просто высасывают из него, и он как будто бы такой вот уже маленький. Смотри, если ты сейчас своими высокими вибрациями, ты сказала, ты будешь примером ему показывать, он постепенно может вода и камень точит, постепенно может начать просыпаться от твоих энергий, потому что твои энергии заполняют всю вашу квартиру, окутывают твоих детей, его, то есть постепенно просто ему надо больше времени, на самом деле времени не существует, и ты просто можешь самое главное обращать внимание на себя, поддерживать свои высокие вибрации, следить за собой, за своими детьми, и это очень важно, если ты счастлива, то он тоже постепенно придет к тому же состоянию, как и ты, у него есть информация, ты ему эту информацию уже дала, он ей владеет, он постепенно и начнет пользоваться, есть ли смысл еще толкать, ведь когда толкаешь, это получается насильно, а мы все индивидуальные творцы, у нас есть свобода воли, свобода выбора, по какому пути нам идти, мы бежим быстро или идем медленно, мы же сами решаем, что ты решаешь, ты со своей стороны можешь делать как хочешь, а он со своей тогда будет решать сам, извини, перебила, что ты решаешь? Решаю своим примером, отлично, молодец, если ты все поняла там про свою кровь и про него, отключайся тогда от них, полностью отключайся, давай, у тебя есть еще вопрос про открытие денежного канала, посмотри, энергия денег, как она приходит, на какое чувство эмоцию она приходит к человеку, к тебе, на щедрость, так, вот когда я позитивные мысли, радость, на все хорошие, то есть ты как творец, тебе просто надо, тебе очень надо, важно находиться на высоких вибрациях, следить за своими мыслями, эмоциями, и тогда этот денежный канал, он просто сам, эта энергия будет к тебе приходить, да, правильно я понимаю? да, да, отлично, теперь у тебя еще один вопрос, посмотри, твои таланты, какие у тебя особенности, характеристики, твоей эссенции, твоей души, чем тебе, спроси, саму себя, свою душу, чем тебе лучше заниматься, в этой жизни? Ну у меня идет такое, помогать людям, благотворительность, волонтерство, вот у меня идет, в каких сферах волонтерство? Ну вообще во всех, и конкретно к людям, вот у меня сейчас представилось, и пожилые люди, вот у меня, как будто бы я раньше, может этим занималась, я не знаю, вот пожилые старички, как будто бы я им помогаю, мне это приносит радость, и просто окружающий мир, мне это приносит радость, вот я сейчас это прям чувствую, я вот сейчас даже себя представила, как бы, я не знаю, просто как будто бы я возле океана, хотя я там никогда вообще не была, я чувствую, что это океан, не море, и просто я вот, я вот просто, как бы, я не знаю, убираю какой-то мусор возле океана, что ли. Угу. ты видишь себя, потому что ты, все, что ты решишь, ты можешь это создать, тебе просто физически надо двигаться в этом направлении, а какое твое предназначение, спроси себя саму, это один из твоих вопросов, последний вопрос, как ты себе считаешь, что ты чувствуешь, есть ли то, что ты только что увидела твоим предназначением? Мне кажется, вообще мне так, ну, как бы, что это предназначение любого человека, то, что я увидела, то, что я увидела, это предназначение любого человека, но мне пришло то, что мне нужно, как бы, я всегда это знала, у меня всегда это было в подсознании, но я никогда не, не двигалась в этом направлении, вообще не двигалась, я двигаюсь вообще не туда. А куда тебе надо? Тебе надо просто начать саму из себя. Саму из себя делать что? Как бы, ну, как вот, саму из себя начать, и потом, я имею в виду, ну, как бы, вот это волонтерство, да, сделать, как бы, приоритетно, начать себя и пойти, вот, просто безвозмездно помогать, что-то такого плана. отдача энергии. Отдача энергии. Отдача энергии. Отдача от себя, это то, что наполняться энергией такой хорошей, светлой нужно, это вот, я имела в виду, просто не могла сказать, наполняться энергией светлой и отдавать ее потом, вот, как бы, даже, ну, я вижу, и финансово помогать, а помогать, вот, как могу. А когда ты помогаешь, как можешь, то, то это взаимодействие тебе приходит обратно, тоже энергетически. А все, что тебе надо, просто будет само приходить. радость, радость сейчас такая в душе и в сердце прям такое, вот этого, от этого понимания, понимания того, что я это осознала. Отлично. Тогда, если ты не хочешь больше никакие вопросы спрашивать, можешь спросить свою душу, что она тебе в последок хочет сказать, может, у нее какое-то напутствие есть, перед тем, как мы будем заканчивать. Ну, я бы хотела спросить у души, ну, как бы, если, как бы, бывают такие моменты, когда энергии, сил не хватает, откуда мне брать эти силы, просто, чтобы открылось второе дыхание, возможно. И, да. спроси ее. Ты можешь проговорить ответ или себе его просто оставить? Ну, я, что в детях, в детях моих. Отлично. потому что если мама радостная, веселая, и у нее высокие вибрации, хорошо и спокойно, то детям точно так же. Они в твоей энергосфере, они тебя чувствуют, твоей энергией. смотря, если ты получила все ответы, проверь еще свою энергосферу, на каком чувстве ты сейчас вибрируешь, что ты сейчас чувствуешь? наполненности, чувства, счастья. Отлично. И свобода такой. Мне даже стало дышать легче. я могу полная грудью. Хорошо, отлично. Тогда если ты готова, проверяй себя еще раз последний раз, свою энергосферу, свои эфирные тела. И мы тогда можем возвращаться куда-то готова. Отключайся от всех и от всего, что было в этом сеансе.